Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 26 июля 2017 года среда. По одному из старинных 25 день месяца получения даров природы 7525 лета пятница. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме биоритмы и их определения. Автор-сказитель, хорошо вам известный Александр Жарков. Здравия тебе, Александр! Добрый день, уважаемая студия, уважаемые слушатели! Всем желаю прекрасного времяпровождения и благостной и осознанной информации. Надеюсь, она будет всем доступна, понятна и полезна. Что я постараюсь сделать, донести, рассказать. Я тоже надеюсь, но для начала скажи, пожалуйста, почему именно в этот раз тема биоритмы была выбрана и их определение? Что из тебя сподвигло на эту тему? Да, расскажу. На самом деле тема, она достаточно интересная, поскольку сейчас происходит очень волшебный день. И благодаря тому, что мы живём вообще в необычное время, как говорится, может, кто-то слышал или слышал квантовый переход, а вот в древности наши предки, вот в это время, 25-26 июля, начинался переход планетарных циклов, и наконец-то сейчас приходит уже наше новое солнышко, которое, ну, галактическое, которое сменило свой рукав. Ну, возможно, кто-то слышал, читал об этом, знает, и уже астрономы об этом рассказывают, фиксируют на всевозможных хабблах. И в это время во всех ведической традиции праздновалось становление непосредственно новых циклов, становление новых вибраций, становление именно духовных таких магических энергий, прихождения. И хотелось бы, чтобы мы именно сегодня настроились на этот вот цикл. Этот коридор открывается сегодня по 7 августа, и в этот момент будут приходить очень сильные энергии, которые будут кристаллизировать наши тела, ну, и вообще повышать вибрации. Может, кто-то слышал о вспышках на Солнце, всяких геомагнитных бурях по этому поводу. Поэтому, если мы настроимся и синхронизируем биоритмы непосредственно с планетой Земля, с солнышком нашим, ну, и вообще со всем космосом, то и энергии будет больше, и здоровья будет больше, больше понимания, осознанности, ну, и вообще смысл какой-то появится. Поэтому это и сподвигло. Я надеюсь на то, что вот тема сегодняшнего рассказа позволит людям немножко задуматься о том стиле жизни, в которой мы живём, потому что биоритм — это не просто там какое-то состояние физического тела, а это непосредственно возможность работать и управлять нашим временем, энергией и днём. Ну, вот как-то так. В общем, всё серьёзно. Очень даже. Хорошо. Ну, тогда не будем натягивать. Давай сразу уже и приступим к раскрытию темы. Да, хорошо, благодарю. Ну, как кто-то уже слышал, знает ранее, что такое биоритмы вообще? Всё Вселенное, пространство — это первую догму, которую хотелось бы донести, что всё двигается. Ну, мы это отчасти знаем, кто-то знает в лучшей степени, кто-то лучше, но вот само движение, оно работает по принципу спирали. И вот весь наш рассказ сегодня, постараемся почувствовать те образы, которые буквы каждому пытаются передать, и ощутить вот эту многомерность понимания этой объемлемой темы. Вот в первую очередь, с чем мы сталкиваемся? Наш свет двигается, который посылается, и вообще планеты Солнечной системы двигаются, они тоже двигаются по спирали, всё это вокруг двигается вокруг центрального Солнца, центральное Солнце, галактики и так далее. Поэтому в первую очередь мы понимаем, что на самом деле биоритмы есть у всего, у абсолютно всего, у галактик, у созвездий, у Вселенной, то есть всё это движение. Если простым языком так вот совсем уже упростить, вот наш любимый значок дуальности, инь-янь, чёрное-белое, плюс-минус, вот эта дивная энергия, фавианская наша, то это просто, ну, хотим так назовём, вдох и выдох Аса, вдох и выдох Бога, вдох и выдох Кворца. То есть плюс-минус. Ну и если мы понимаем более приземлённо, в нашем понимании человеческого, как говорится, осознания, у нас есть классификация наших вибраций, которые мы излучаем, каждая клеточка наша излучает, но она автоматически влияет уже, как мы знаем, на воду, потом которая меняет свои свойства, отсюда у нас появляется всякая там кислотность, повышенная, пониженная. То есть какие у нас есть вибрации? Мы знаем, что у нас есть огромное количество учёных, которые уже классифицировали эти вибрации, таких как Сворцов, например. То есть они взяли эмоции, разные чувства и определили. Я на этом этапе пройдусь. Ну, быстренько, я думаю, каждый из этого уже сталкивался. Это в Герцах у нас идут такие вибрации, никакие в горе, вот 0, 1, 2, 6, потом идёт там страх, далее идёт обида, возмущение, ложь, раздражение, там всякие вспышки ярости, гордыни, нивливости, преображения, превосходства, ну и сомнения, самость и жалость. Жалость вот там на 3 Герцах, это наше эмоциональное состояние. То есть, ну можно там ещё сказать, ещё раздражение. И вот эти негативные энергии рано или поздно всё течёт, всё меняется, как говорится, как в буддизме многие говорят, всё пройдёт. То есть всё рано или поздно, одно отменяет другое. чёрное на белое, белое на чёрное. Так и биоритмы. Нужно понять, что любая ситуация, которая есть в нашей жизни, в том числе и в космическом масштабе, она тоже меняется на позитивную. И у нас есть эмоциональное состояние, положительное. То есть положительное состояние, такие как, они уже идут более там 36 Герц, значение, которое является, это у нас и соответствие, и принятие, и благодарность, ну и, понятное дело, как говорится, сердечная благодарность, единство со всем пространством, сострадание, сердечная любовь. Ну и, понятное дело, это, безусловно, любовь более 200, 5 и выше, как бы, Герц. То есть мы понимаем, что наш мир, наш мир имеет определённые вибрации. И если мы их вот совсем обобщим, вот те вибрации, эти вибрации, они делятся, ну, образно говоря, на две категории. То есть первая категория, она же и называется эволюцией души. Если мы правильно выстроим наши биоритмы, не только на планетарном уровне, на котором мы находимся, а на уровне нашего сознания, то мы можем гораздо быстрее эволюционировать, как говорится, завещали наши великие предки. То есть это называется гуны. Гуны. То есть это уровень вибрации души, уровень вибрации пространства, уровень, ну, вообще, вибрации всего. Поэтому у нас есть, говорится, путь деградации. Это гуна невежества и страсти, при которых наши вибрации клеток, соответственно, нашего сознания, соответственно, всё-всё-всё-всё вибрирует. И есть гуна благости, которая позволяет нам перейти вот этот вот рубеж в духовный мир. То есть чем больше в нашей жизни благости, тем больше у нас мы ритмируем, мы притягиваем, мы создаём очень хорошее, благостное, качественное состояние, при котором в жизни происходят большие перемены и изменения. Когда мы это понимаем, мы понимаем, что нам на самом деле, вот для чего все эти биоритмы, для чего вся эта работа ежедневная. То есть это эволюция для, вы знаете или не знаете, мы учимся на дворцов, на Бога, чтобы прийти к абсолюту. Ну, как мы понимаем, поскольку мы являемся всё свет, просто уплотнённый, у нас есть тонкие тела, то в данном случае наша как бы вибрация, которая идёт, она повышает свою частоту до вибрации Бога. То есть в физическом мире, понятное дело, мы имеем буквально 100% материи, ну и там 0,0, сколько-то там, 1% нашего сознания, если в общем понимание. Когда мы начинаем вибрировать и повышаем нашу частоту сознания, мы переходим и начинаем управлять уже астральной сферой, как говорится, астральным миром, астральным мировоззрением, и тут мы уже разуплотняемся. Это наша физическая материя или так называемое смещение точки сборки, наше сознание. То есть мы синхронизируемся с на более высокой частоте вибраций. У нас там физическое тело, мы уже там 98, допустим, и 5 процентов, а 1,5% наше сознание смещается в сторону, ну и кто-то видит параллельные миры, реальность и так далее. То есть когда мы переходим в причинную сферу, это уже более серьёзный уровень, тут мы растождествляемся, и у нас там 75% материального и 25% уже как бы духовного. И вот когда мы переходим в сверхпричинную сферу, то мы уже на грани вот этого баланса. 50% материальное, 50% духовное. Это сверх-таки браманы, будды и так далее. Когда человек полностью растождествляется, он выходит, как говорится, сфера пустоты, то есть наши вибрации настолько сознательные, высоки, это божественное ничто, при которых там 75% нашего сознания и 25% материального, ну и уже, конечно, идут позитивные вибрации, как большая истина, это уже там 99,9% нашего сознания, ну и там где-то какой-то 0,01% материи. Ну и естественно, это уже дальше потом наш непостигаемый источник, непосредственно творец, тут уже глобальный сердце. То есть если так правильно понять, что все наши биоритмы, они в принципе формируются по такому принципу, то есть у нас внутренние, внешние вот эти две половинки, и они будут двигаться по такому принципу. Желание порождает действие, информация материализируется. Ну то есть представим себе, ну очень просто, вы очень-очень сильно чем-то начали увлекаться, у вас появилось сумасшедшее желание. Понятное дело, представляем себе, что у вас амплитуда появилась, и вы хотите больше энергии, больше этим заниматься, больше это познать, или там попробовать все еды мороженого, или там все возможно, но вы погружаетесь, у вас амплитуда увеличивается, а в том числе и растягивается процесс, который поборождает вас в действии. Но в данном случае наша информация материализируется. Вы это либо покупаете, либо реализуете, и у вас появляется желание. Но при этом, точно так же по закону дуальности, у нас и рано или поздно происходит растождествление, ну отберить мы как положительное, так и отрицательное. В том числе, если вы очень сильно что-то любите, потом очень сильно у вас будет большое разочарование, и вы, ой, я этим так долго занимался, зачем? То есть в нашем понимании энергия движется по спирали. Вот это вот менять смена чистоты с внешней стороны на внутреннюю, и с внутренней на внешнюю. То есть происходит, у нас на самом деле это все лишь 144 чистоты три единого сознания Творца. И мы меняем это. Мы постоянно будем в нашей жизни, наше поведение, наше хобби, наша работа, там, личная жизнь, и все-все-все вместе взятых, будет переходить так. Страсть, пограничное состояние, благость и невежество. Страсть, благость, невежество. То есть, если мы разделяем, то есть это у нас происходит разделение на разум, ум, эго. Вот оно, как говорится, у нас, поскольку пять проявленных форм, говорится, стихий и семь проявленных материй в нашем мире, оно проявляется все на микромире, проявляется в тонких материях, а потом уже мы переходим на физический мир, который мы видим там, как говорится, все в нашей жизни. То есть, это состояние, через которое мы переходим. Напоминаю, что это за состояние. Эфир, воздух, огонь, вода, земля — это взаимодействие разума, это божественное. Взаимодействие разума и ума дает нам речь, руки, ноги, там, органы размножения, выделения и так далее. Ум и эго дают нам уши, кожа, глаза, язык, нос, благодаря чему мы это все дело осознаем. Ну и, понятное дело, эго и божественная энергия прокрития наша. Это слух, осязание, зрение, вкус, обоняние. То есть, мы все разделяем на развертывание и свертывание. Все в нашей жизни происходит как качели. То есть, когда мы это понимаем, у нас происходят, ну, простые, как говорится, жизненные истины. Если мы их поймем, если мы их начнем управлять, то мы сможем реально любое событие, которое в нашей жизни происходит, осознать и сгармонизировать, будь то любой всплеск, или, мало того, самое важное, предсказать. Мы сегодня немножечко совсем поговорим об астрологии, не буду рассказывать долго об этой науке, но немножечко мы ее затронем. То есть, если правильно понять алгоритм, который я там сейчас презентую, то вы поймете, что благодаря этому алгоритму можно предсказывать свои жизненные циклы, там, трехгодичные, семигодичные, ну и вообще события, которые будут происходить в ближайшем будущем благодаря этим принципам. Что это за истины? Первое. Все есть мысль. То есть, мы понимаем, что мысль, поскольку у нас мир дуален, мы проявляем ее. Если у нас мысли есть положительные, так может быть отрицательный аспект. И этим надо смотреть. Все, что вверху, то и внизу. То есть, все есть подобное, и рано или поздно можно отслеживать, как будут разворачиваться отрицательные события в глобальном масштабе. Все движется и вибрирует. То есть, ваше любое действие, оно будет влиять на окружение, на родных, близких, страну, там, население, муравьев, деревья и так далее. Все двойственно. Понятное дело, нет ни хорошего, ни плохого. Вот мы сейчас читаем лекцию, а кто-то там, наоборот, ему хорошо вести нездоровый образ жизни или еще там, непонятно, чем-то заниматься. То есть, для кого-то другое хорошо. Все имеют приливы и отливы, то есть, не бывает все очень плохо, бывает, все меняется. Бывает хорошее, плохое, хорошее, плохое. Отработали карму, хороший момент, отработали карму, хороший момент. Ну, у нас сейчас вот по такому принципу идет. Всякая причина имеет следствие, то есть, нужно понять, что не бывает всплеска в жизни, нужно понять, что вот приходы и отходы энергии, неважно даже, если вы чувствуете себя убитым, разбитым, или у вас апатия, депрессия или еще какие-то жизненные проблемы, это не означает, что у вас там кто-то проклял, сгладил или у вас там конец света. Может, у вас просто цикл один старый закончился, и начинается новый цикл. Просто нужно подождать, осознать. Просто есть циклы временные, о которых мы поговорим, и есть циклы планетарные. Ну и, понятное дело, есть все в мужской и женской. Когда мы это понимаем, вот наше восприятие появляет 21 октаву сознания, через которое вот это триединое сознание, которое мы будем управлять. Что это за сознание? То есть это когда каждый день мы переходим в состояние созидания, это любовь, когда у нас рай, или страх разрушения. То есть мы постоянно, то у нас все хорошо, то у нас все плохо, то у нас все хорошо, то у нас все плохо, то у нас все хорошо, то у нас все плохо. То есть это 5 октав воздух энергии, 5 октав огонь, 5 октав вода, 5 октав земля, ну вот такое вот состояние, через которое, ну можно конечно расширить больше, используя диапазоны, еще если мы берем октавы, там звук от 0 до 21 октавы, это у нас наш эфир, воздух это там 21,42 октавы, наш звук теплота, и если просто теплота, то это в 42,63 октавы огонь, электричество, 63,84, вода, и гравитация, 84, 105, это земля. Чтобы простым языком понятно, это просто наши системы, наше поведение, то есть когда мы для себя поймем, что наш дух, наше внутреннее состояние стремится стать материей, и материя стремится стать духом, то все в жизни взаимосвязано, все в жизни двигается, и это прекрасно. У нас есть, как говорится, это описано в древних книгах, источниках, книге жизни, то что у нас, как говорится, все мы являемся частью большого единого целого, у нас есть матрица сознания, по которому мы находимся, и это все заложено где? В первую очередь нужно понять, что это заложено в нашей полевой структуре. Вот вспоминаем, да, наш ген, вот ДНК, вот наш такой бесконечный, думаю, все видели ДНК. Представляем себе, что это бесконечность. Представляем себе, что такое бесконечность. Это полевой геном, это та же материя, то есть внешняя земля, внутренняя вода, внутренний огонь, внешний воздух, вот как бы между собой эфир, который пересекает черное-белое, белое-черное. То есть это то, что происходит, поэтому в нашей жизни вот эти вот биоритмические всплески на Востоке очень хорошо и знают, и есть специалисты по нетрадиционной медицине, в том числе по, может, слышал или читал об этом, о аюровидическом питании. И в определенные циклы можно использовать и благостно употреблять ту или иную пищу. То есть есть специально, но мы не будем сейчас об этом целые наши терреты общения обсуждать, но тем не менее нужно понимать, что путь к Богу, он идет как вот цветовая гамма. Вот как вот эти октавы меняются, цветовые, как музыка, она такая меняется. Поэтому в жизни нашей никогда не будет, знаете, такого глобального равновесия, потому что иначе это будет застой и законное движение не будет. Все должно двигаться. Причем вот оно закономерно. И мы познаем, как говорится, вот наши стихи, как мы помним, в Славянской, в Древней Руси у нас было там Бог, звезда, огонь, солнце, древо, небеса, океан, луна, земля. Вот эти девять божественных стихий у нас же проявленных на земле, которых мы знаем, о земля, вода, воздух, эфир. В Славянской это более расширенный диапазон спектра. Это означает, что в нашей жизни мы проходим огромное количество разных опытов. И у нас нет какого-то линейного локального сценария, который мы в жизни проходим. Но мы понимаем, что чтобы понять более детально и более глубинно, мы понимаем, что представим себе нашу жизнь, наши всплески, взлеты и падения, будь то карьерная, будь то личная жизнь, в виде волны. Вот есть такие сайты, их огромное количество, которые определяют биоритмы. Вы можете там зайти, я не буду рекламировать специальные сайты, чтобы меня не увлечили в планиаке. Но я просто скажу, что есть много сейчас приложений на мобильные телефоны в интернете. И вы можете забить дату своего рождения, и у вас появится биоритма. Мы об этом чуть-чуть еще позже договорим, но я просто хочу сказать, что у нас наши вибрации, наши биоритмы, они как волны. Ну вот синусоиды, вот они получаются. А теперь давайте сравним уровень нашего мышления, которое позволит нам сравнить и понять. Вот мы знаем, что мозг излучает тоже волны. И мы понимаем, что диапазон частей герц, который идет от 0,5 до 4, мы знаем, это дельта волны, это глубокий сон, транс, гипноз. Вот представим себе, что наша жизнь такая вяленькая, текущая такая, ну, состояние, как говорится, снампула. Это состояние, это состояние исцеления, это состояние 4 до 7, это сон, это глубинная релаксация, это медитация, когда вы гармоничны. Альфа-состояние, оно более такое, как бы активное, от 7 до 14, это состояние пограничное между сном и пробуждением, это медитация. Ну и, понятное дело, вот в этом мы работаем 14 по 30, это бодрствование. И гамма-состояние, это уже 30, это гиперсознание, это гиперреальность. Ну, понимаете, да, это сип, такая очень интенсивная волна. Замечаете, что точно так же, как работает наш мозг, точно так же в нашей жизни бывает очень много событий. За день в день, ну, столько событий, что вообще даже спросит кто-то непонятно, а другой день смотришь, ну, как день сурка. День в день повторяется, все повторяется, ты думаешь, ну, вообще скукотища и не понимаешь. Потому что вот эти ритмы, они не быстро, ну, не переходят с одного состояния в другое. Все плавно, все переходит, все в природе закономерно. Вот как капелька на воде, она булькает, и волны идут закономерно. То есть не бывает такого, что сразу же волна происходит пешкообразно. То есть мы понимаем, что в нашей жизни, то, с чем мы сталкиваемся, это у нас единство, вот это дух душа-вышея, о котором всегда мы говорим, происходит и влияет непосредственно на наши биоризмы. Первое – материя. Второе – мера. Третье – информация. То есть в любой ситуации, в которой мы анализируем, и мы сегодня поговорим о примерах, нужно проанализировать, что в нашей жизни происходит. Первое – мы сами себе говорим. Информацию. Мы анализируем, что в нашей жизни происходит, какое наше внутреннее состояние, какая причина той или иной ситуации, возможно, проблема. У вас какая-то жизненная проблема, у вас там кто-то ограбил, кинул, бросил, уволили вас с работы, и вы должны понять желание. То есть внутренняя причина и желание. То есть вы должны понять, у вас информация. Возможно, когда-то вы словом, делом, силой, мыслью своей сказали, «А, я хочу уволиться с работы». Или, «Ой, да ну его там все». Или, «Я хочу больше денег зарабатывать». Но вы же не произнесли конкретно из этой работы, вы хотите уволиться. Но вы просто произнесли. Ваша пространство, ангелы-хранители смотрят на вас и говорят, «Так, подожди-ка, ты же сам сказал». То есть тебе надо другая работа, потому что ты же это произносишь, но это косвенно делаешь. Отсюда вот это среднее пограничное состояние, благости, это энергия, это наша мысль, которая трансформирует и развертывает события. Что делает? Появляется у нас материя. Внешний мир говорит, «Ага, пожалуйста». То есть следствие и поступок. К примеру, мы подумали, «Так, я хочу новую работу». Он говорит, «Да, пожалуйста, твоя мысль. Внешнее окружение либо вам подкидывает новую работу, либо вас увольняет для того, чтобы у вас появилось как следствие, и вы пришли новые работы». Ну, то есть развертывание в пространстве. И опять же, свертывание, дыхание. Вы опять сели, подумали, чего вам все хватает. У вас появляется новое желание, появляется новая причина, внутреннее состояние. Вы подумали, у вас развертывание, снова новые какие-то события, эмоции, внешние факторы появляются. То есть это бесконечная восьмерочка, она двигается. То есть триединое сознание всегда будет во Вселенной и, естественно, в нашей жизни. То есть, понятное дело, если кто-то знает, Дорийский круголет числа Бога, которым Алексей вначале презентовал, он не просто так от фонаря был придуман и имел определенное значение. То есть вот этих девять санхий на 36 пластинках золотых, которые составляют круг. Вот, ну, я думаю, видели все славянские кариндали круголет. И из этих пластинок содержится 144 шлока, которые между собой являются сплетены тремя кольцами. Ну, я думаю, все видели этот три листья, которые сигнализируют три мира наших. То есть мир прави, светлый мир, славянно-арийский богов, мир яви, мир людей, мир нави, мир духа, мир предков. То есть наш календарь, календадар, который калядой был передан, он непосредственно помогал нам уже на уровне астрологического разобраться в таком понимании, как биоритмы. Он уже внутри. Представляете, какие наши предки были мудрые? Они образы знали, они изначально всех уровней, и на чакральном, и на энергетическом, и на стихийном уровне. Ну, я, опять же, не буду посвящать сегодня лекцию к календарю. Кто захочет, отдельно, может быть, можем их прочесть. Ну, я думаю, было очень много сказителей на эту тему. Поэтому в данном случае мы понимаем, что вот эти два популярности, плюс-минус, они же заложены в нашем славянском символе родовик. Я думаю, все видели его на колечках родовых. Он обережник. Еще тоже, ну, такие вот, два кольца мужских и женских сверху вниз, горизонтальных и вертикальных. Они между собой пересекаются, и появляются как две свастики. Там синяя свастика и красная свастика между собой создаются, и получается, четыре колечка. Ну, очень красиво. То есть это такой многомерный образ. То есть это два поля создания, которые между собой закручиваются. Это наша женская энергия, которая идет с Земли, Матушки, вверх, в космос, к Творцу, и от Творца Небесного вниз в Землю и преобразуется. То есть так же у нас идет свет, и у нас все в жизни проявляется. Если мы это понимаем по такому же принципу нашей жизни, и работают наши биоритмы физические. То есть у нас есть три основных биоритма. Ну, некоторые опишут четыре, но мы сегодня будем разбирать желательно три. То есть они такие самые распространенные. То есть первый биоритм – это физический. Вы его можете, когда забиваете в программах, вы его очень, ну, видите, как говорится, фиксируете. То есть он имеет частоту диапазона 23 дня. То есть 23 дня вверх, 23 дня вниз, 23 дня вверх, 23 дня вниз. Сейчас объясню. Эмоциональный, он 28 дней имеет цикл, ну, хотите, психологический можете называть, или астральный, кому как удобнее. И 33 дня – это духовный ритм или ментальный, это уровень, говорится, на жизнь. Он еще в программах пишется интеллектуальный. То есть, как мы видим, наши синусоиды, которые показывают, мы утром просыпаемся и понимаем, ну, вот, физический биоритм. Он определяет энергию человека, когда силу выносят координацию движения. Я думаю, у всех было в жизни, когда мы утром просыпаемся, и такое впечатление, как будто мы вагоны разружали. Ну, как бы, вроде бы и есть энергия, но ее как-то кто-то подукрал. Вы думаете, ну, что-то сегодня не заладилось. Это просто энергетический биоритм. У вас есть критические дни, так называемые точки, в которые у вас самый минимум или самый максимум. И в этот момент просто энергия переходит. Наши критики знали эти циклы и все, как бы, дни, праздники, в том числе, подстраивали свои личные биоритмы, которых мы сегодня постараемся синхронизировать в течение нашего занятия, нашего лекции эфира. И таким образом люди понимали, что нужно готовиться. А когда у нас физический максимум, ну, или, точнее, рост, в этот момент легче всего заниматься спортом, упражнениями, аграрным направлением или мастерством, всевозможными физическими нагрузками. Вот. В том числе, если мы говорим о эмоциональных циклах, то есть это то, что обуславливает состояние нервной системы и настроения. Ну, у женщин, поскольку они в 9 раз эмоциональнее, чем у мужчин, это более проявляется, активнее. Мы еще потом поговорим по поводу фаз луны. Но бывает такое, когда вы, вот, просто с вами человек разговаривает, и вот он просто в один день так может и обратиться, и стих прочитать, и рассказать, и аж за душу берет, и вы вообще не понимаете, как. А бывает, ту же информацию вы берете, пересказываете потом, и она, ну, никакая, она пустая. То есть у вас эмоциональной энергии нету, вот ваше биополе и токоматериальная структура, они, как говорится, зажаты, и у вас нету такого ощущения наполненности. Ну, и то же самое интеллектуальное. То есть это определяет творческие способности личности, любой цикл состоит, как говорится, из двух полупериодов. И вот мы понимаем, что интеллектуально бывает такое, когда мы читаем информацию, все запоминаем, все понятно, у нас все по полочкам разложено, а бывает, слушаем, и вообще ничего не понятно. Ну, как бы, вроде бы, в одно ухо влетело, в другое вылетело, и все. И вы вроде бы понимаете, что как-то, что-то вы не усвоили. То есть на самом деле все эти биоритмы абсолютно, они работают по основным аналитическим законам. И вот давайте сейчас непосредственно такое проведем, как говорится, синхронизируем наши биоритмы прямо сейчас, и потом в дальнейшем научимся без всяких компьютерных программах определять по циклам природы и сгармонизируем, чтобы мы внутренне смогли настроить свою жизненную энергетику, восстановить ее, и это нам поможет быть жизненно наполненными, и, как говорится, целостными. Итак, мы можем, если хотите, закрыть глазки, кто-то там, надеюсь, удобно сидит или нас просто слушает, максимально расслабиться, настолько, сколько это вообще возможно. Можно даже сделать три глубоких вдоха и выдоха. Итак, знание обладает силой влияния. Это означает, что та или иная информация, пропущенная через ваши чувства, способна как поднять ваше настроение, то есть увеличить вашу энергетику, так и испортить его, то есть снизить ваши силы. Давайте сейчас вы мысленно отфильтруете поступающую информацию, которая есть в течение дня, сегодняшнего, и мы уберем, сузим все каналы, через которых поступает негативная информация, и увеличим позитивные каналы. Давайте посмотрим и мысленно отпустим, посмотрим, на что мы тратим своё время. Возможно, мы кто-то избавиться от телевизора или посещения социальных сетей, каких-то ненужных сайтов, возможно, какие-то газеты или сплетни, которые ни к чему не приводят. Давайте сейчас мысленно выкнуем это с нашей головы, с нашего сознания, уберём, чтобы мы синхронизировались и начали лучше себя чувствовать. И мысленно представим, какую бы мы хотели получать информацию, или с каких источников, или каким образом эта информация будет попадать к нам. Может, вы просто хотите через общение, или хотите притянуть к жизни интересные книги, или наставника. Представьте себе это сейчас. Жизнь — это движение энергии. Таким образом, чтобы наша энергетика была на должном уровне, необходимо не допускать застоев в своём организме, как физически, так и ментально. Давайте представим и дадим себе обещание, может, маленькое, что мы начнём больше двигаться. Мы постараемся изучать новое, постоянно развиваться, ставить цель и достигать её. Ну, поставьте себе за цель прямо сегодня, сейчас делать там завтра зарядку, или сегодня вечером перед сном за полчаса, за часик, хотя бы размять своё тело, или какие-то упражнения. Хотите, можете о йоге почитать, или в каких-то практиках, там, Точицы, Глун, Белояр, всевозможных. В том числе и ментально. Сегодня для себя, возможно, этим эфиром, возможно, запланируйте прочтение книги, или хотя бы просто определитесь, какую книгу, или какую литературу, или какой тренинг вы хотите в ближайшее время посетить, послушать, почитать, посмотреть. Осознайте, что вы хотите реально. У вас не будет другого времени, как сегодня. Сейчас вы совместно участвуете с торцом данный час. Запланируйте это. Прямо себе, ментально, поставьте такую установку. Это будет синхронизация вашего биоритма. Дальше. Энергия поступает в человеку из внешних пространств, по различным каналам. Еда, воздух, вода, органы чувств и восприятия. Если у нас какой-то канал по той или иной причине плохо функционирует, то энергия, понятное дело, по нему поступает плохо, либо вообще не поступает. А значит, и энергетика у нас снижается, приводя к плохому настроению и слабым результатам. Давайте сейчас мысленно поблагодарим ту еду, которую мы ели за сегодня. То, которое в нас мысленно, возможно, кто-то употребляет животную пищу, попросим у неё прощения, ну и в растительной в том числе. Поблагодарим её, наполним энергией жизни, за то, что она попала в нашу жизнь. И вообще начинаю представлять, если вы едите некачественную еду, мысленно представьте, какую еду бы вы хотели есть. Представьте, что вы едите, и вас она насыщает, вам хорошо, комфортно. Представьте себе, что вы сейчас вдыхаете чистый воздух и стараетесь быть на природе. Мысленно представляете, что я, в ближайшее время, запланируйте себе воду, пейте чистую воду, структурированную. Благодарите воде, которая внутри вас, в вашем организме. Скажите, вода, матушка, я тебя люблю, я люблю своё тело, я люблю свой организм. Благодарю тебя за то, что ты есть часть меня. Благодарю за то, что ты каждый день даёшь мне силу, энергии, ты питаешь меня. Благодарю. Все мои органы чувствуют за то, что они работают хорошо и прекрасно. Я посылаю каждому органу свет и любовь и за то, что я вижу этот мир прекрасным в красках. Возможно, у кого-то плохое зрение или слух, или ещё какие-то расстройства. Поблагодарите и скажите самому себе, как вы хотите. Возможно, у вас есть какие-то блокирующие программы из прошлого. Обиды, переживания или физические деформации. Просто скажите, что с сегодняшнего дня всё поменяется. Поставьте себе установку, чтобы энергия начала поступать, двигаться и запустила процесс изменения. Всё течёт, всё меняется. Всё можно восстановить, поменять. Работайте над этим. Для свободного притока энергии человек должен находиться в состоянии баланса, равновесия тела, ума, поведения и внешнего окружения. Давайте сейчас, если есть в вашей жизни какие-то проблемы, трудности, выкиньте. Выкиньте, не думайте о ней. Постарайтесь мысленно очистить свой ум и делайте такие практики в течение дня. Хотя бы 10-20 минут помолчите просто, без внутреннего диалога, без интернета, без телефона, без общения, без телевизора. Просто помолчите, посидите, послушайте себя, послушайте окружение, понаблюдайте за собой. Для повышения уровня нашей энергетики нам необходимо отслеживать взаимосвязь между внешними событиями и внутренним состоянием. Как следствие, просто отслеживайте реакции собственного организма и по максимуму убирайте те события, которые негативно влияют на наше самочувствие и дискомфорт. То есть, если вы с кем-то пообщались, вам плохо, у вас настроение не стоит, это не означает, что человек плохой. Ну, может быть, просто он для вас не подходит, или он вас уже не развивает, или вам неинтересно, или вам не надо находиться на работе, которая вам не нравится. Лучше найдите себе работу, которая вам будет нравиться. Старайтесь убирать все эти события дискомфортные. Они влияют на вашу энергетику, и, соответственно, влияют на ваши циклы, на ваши диоритмы, на вашу осознанность. И автоматически вы начинаете быть в разбалансе биоритмов, и вы начинаете болеть. Давайте мысленно сейчас поубираем. Ставьте себе установку, что вы перестрелите, почиститесь, удалите ненужные контакты, удалите людей. Поставьте себе установку, чего вы хотели. То, на чём вы сейчас, в данный момент, сосредотачиваете свои мысли и внимание, очень серьёзно влияет на нашу энергетику. Если большую часть своего времени вы о чём-то переживаете, беспокоитесь, чем-то боитесь, то уровень нашей энергетики будет, понятное дело, крайне низок. Причём, чем больше вы внимания этому уделяете, тем больше энергии вы теряете. Вот, кстати, да, парадокс. Но негативные мысли, они разряжают нас, а позитивные, наоборот, заряжают. Поэтому нужно уделять внимание тому, чего мы хотим получить и как этого достичь. Давайте оставим пустые переживания другим, не надо этого. Давайте сейчас мысленно представим вот тот мир, который мы хотим. Вот представьте тот день, как вы хотите сегодня закончить и завтра проснуться, и как вы хотите его провести. Насыщенно, наполненно. Что вас будет радовать? Возможно, новости, события, какая-то информация, будь то в интернете, или в окружении, в бизнесе, в работе, в личной жизни, в школе, институте, в садике, где угодно. Просто представьте себе тот идеальный мир, который вы хотите, и вы его притянете. Будьте им. Радуйтесь этому. Состояние радости культивируйте в себе. Чем выше качество нашего пищеварения, тем меньше энергии мы затрачиваем на этот процесс. Меньше образуется шлаков, токсинов, и больше полезных веществ. Надо следить за качеством еды и пищеварения. И когда наш биоритм будет на минимуме физически, представляете себе, если у вас организм не так зашлакован, у вас не будет энергии. Поэтому старайтесь правильно питаться. Тем более, сейчас очень хорошо, благостно. Лето, продукты, фрукты, овощи, правильное питание, природное. Понятное дело, есть продукты, которые перевариваются легко, другие требуют больших энергетических затрат. А значит, на их поглощение ведет усталость и снижение активности. Понятное дело, постарайтесь отследить свое состояние после приема пищи. Если у вас, понятно, какой-нибудь сон, или вы чувствуете себя в упадок сил, значит, надо что-то менять в своем рационе. Но не поленитесь, вы почитайте в интернете о совместимости продуктов питания. О совместимости, потому что иногда там и картошку, и хлеб, и то, и все, и потом. Оно вообще несовместимо. Изначально. И вы потом начинаете из этого уставшее, и когда вы уставшие, вы уже ничего не хотите, и работать не хотите, и читать не хотите. И писать, и развиваться, и, конечно, вы, ваша активность, ваша жизненная сила втрачивает. Стресс и другие негативные реакции оказывают подавляющее действие на вашу энергетику и процесс пищеварения. Для их снятия необходимо состояние релаксации и отдыха, что может достигнуть за счет, понятное дело, использования факторов, улучшающих наше настроение. Наши стрессы, они сбивают нас с наших естественных биоритмов. То есть мы можем потратить, попасть, когда у нас на максимуме энергетика, мы попадаем в стресс, себя загоняем, энергия у нас спадает, и в этот момент мы не можем ощутить ту радость, которую мы могли бы ощутить. А потом, когда этот берези спускается вниз, а мы еще по-прежнему в стрессе, то у нас стресс вообще катастрофа. Бывает такое, что, замечаете, вначале идет депрессия, 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 а потом вообще кошмарный какой-то период, такой, что уже думаешь, ну вообще ничего не хочется, ну или апатия какая-то. Это вот когда этот биоритм просел и вас продавил вниз. То есть давайте сейчас мысленно улыбнемся всей нашей каждой проблеме, которая есть в вашей жизни. Скажем, благодарю тебе опыт, проблема, страх, стресс, хобби, то, что ты была в моей жизни. Мысленно представляем, как будто она покидает наше тело, энергия эта темная выходит из нас, она вытягивается из всех чакр, тонких тел, вообще уходит с нашего пространства. И мы говорим, отныне ты больше не нужна мне. Я наполняю свою энергию, жизнь, восстанавливаюсь светом и любовью. Я знаю, что все в моей жизни будет хорошо. Да будет так, на то моя воля. Я отдаю себе установку. Постараемся мысленно представить, что мы можем отдохнуть, сейчас вздохнуть, делаем вдох, свет, запускаем и выдох. Весь негатив уходит с нашей жизнью. Все, все отлично, мы выравниваемся, мы начинаем слышать наше внутреннее состояние. И вот такие природные биоритмы, благодаря которым нужно повышать энергетику и эффективность, если мы нарушаем работу с биоритмами, у нас снижается общая эффективность и повышается утомленность. То есть берем это домашнее задание, если у вас нет компьютера, нет возможности зайти и пользоваться программой или установить ее на мобильный телефон, к примеру, биоритмы, вы просто можете сделать следующее. Сами для себя, от своего подсознания спросите, моя душа или мое высшее я, скажи мне, пожалуйста, какое мое сейчас состояние по стобальной шкале? 100 баллов плюс, 100 баллов минус, физическое. Ну и вы говорите, к примеру, плюс 65. Или хотите по 10-бальной шкале, как вам удобнее. Если вам удобно по 10-бальной, ну мне там со здоровья на пятерочку. А эмоционально как? Ой нет, это вообще как-то эмоции не какие-то, минус 7. А интеллектуально вообще ничего не соображаю, минус 10. Вы поставили, завтра утром проснулись, задайте себе этот же вопрос и можно на блокнотике потом вы увидите, что у вас биоритмы будут реально выстраиваться и вы сможете проследить закономерно. То есть вы подсознательно хотите называть это внутренний будильник, биологический будильник, кто-то может слышал такое выражение, термин. Вот. Который помогает нам работать с циклами и наши циклы природные, они синхронизированы с фазы дня и ночи. Мы об этом чуть дальше поговорим, но забегая наперед, наши предки, они неспроста ложились спать до 10, потому что у нас в этот момент организм выделяется на уровне шишковидной железы, фотоса, эпаталамуса выделяется вещество, которое расслабляет, снимает стресс от 12 до 2 часов ночи, оно расслабляет и погружение фазы сна. В этот момент мы должны отдыхать, у нас уровни и ритмы нарушены, и отсюда у нас утренний бодрствующий процесс, который происходит, наши предки с восходом солнца поднимались, потому что самая жизненная сильная энергия, солнышко, света, ярилы, она наполняла, активизировала нас эту божественную энергию, живу, и у нас происходила внутренняя трансформация. В этот момент, даже если вы знаете, в природе хищники не атакуют, они все просыпаются и встречают солнышко одновременно. Поэтому очень важно благостно в этот момент просыпаться, делать молитвы, обращения, славления, медитации. То есть, если вы синхронизируетесь таким образом, вам легче будет. Далее, окружающая среда, люди, природа, города также влияют на состояние нашей организма и энергетики. То есть, посмотрите в окружение ваше, проанализируйте, может, вам с кем-то надо перестать общаться, может, вам надо поменять место жительства, или реально посмотреть, как часто вы бываете на природе, или вы на офисе, или на квартире постоянно сидите, вам уже пора как бы выдвинуться, пойти в лес, погулять или поехать. Наконец-то себе позволит это сделать. То есть, не надо отговорки делать, что у вас не хватает времени, можно поэтому полчаса, час увеличить больше. Пять органов чувств являются энергетическими каналами, по которым энергия может как приходить, так и уходить. Давайте порадуемся за то, что мы слышим, слушаем, нюхаем, чувствуем, порадуемся. Наша жизнь — это наше личное развитие и не служение каким-то общим объектам, когда мы служим кому-то или чему-то, мы отдаем свою энергию. Когда мы развиваем себя, мы увеличим свою энергию. Давайте мы не будем рабами на работе или там по отношению к мужу, к жене или к детям. Мы постараемся развиваться вместе. Давайте синхронизируемся, чтобы было легче вам развиваться всем вместе одновременно. Постарайтесь, перестаньте себе говорить, что вы рабы. Вы не рабы, вы творческие, божественные сути. Позвольте себе открыть свой божественный дар творителя, целителя. Исцелите свои души, уберите эти установки, что вы кому-то должны. Вы не должны идти на работу, потому что вам надо денег заработать. Это вы сами себе выбрали, такой выбор, вы сами себя загнали. Если вы творчески подойдете, реализуете себя, то вы поймете, что вам ресурсы, деньги будут происходить, вы найдете место, дело вам не надо, насильно что-то делать, готовить еду, идти на работу, обучаться в школе, институте через насилие, вы это будете получать удовольствие. Поэтому для эффективного функционирования нашей энергетики, понятное дело, есть периоды отдыха, физическом, так и психологическом. То есть приблизительно один день в неделю необходимо посвящать отдыху и релаксации. Ну и в идеале конечно если раз в квартал это тригневные мини-отпуски куда-нибудь поедете хотя бы в близлежащую деревню или область посмотрите какое-то место красивое. То есть я думаю таких мест на планете очень много и всегда можно найти решение. Я вот даже читал множество статей и знаю людей, которые на велосипеде и как фрилансеры ездят там или просто как говорится путешествуют за пожертвования и денег хватает по миру поездить и они ездят и видят и радуются. Все возможно. Так что это все отговорки если вы научитесь отдыхать. Не надо переусердствовать только отдых только не надо отдыхать от отдыха а то у нас такое тоже бывает. Но постарайтесь в первую очередь что действительно отдыхайте полностью как ментально так и физически. И для повышения уровня нашей жизненной сил необходимо понятное дело сосредоточиться на источнике то есть на внешней энергии и не на проблеме которая у нас возникает ввиду ее нехватки то есть усталость то есть надо убирать не усталость а повышать свою энергетику туда и усталость сама пройдет то есть у нас ленько утром просыпаемся верит мы слабенькие мы ничего не хотим мы говорим о нет я на пробежку не пойду а у нас там еще астральные паразиты там то-сё там установки жизненные психологические и у нас понятно ничего не хочется а если вы повышаете надеть подаете себе установки но я должен я пойду поддержать свою физическую форму возможно я не сильно на стадионе побегаю или в спортзале покачаюсь или еще где-то но я это сделаю для того чтобы поддержать а потом когда у меня будет больше сил я это сделаю ну как говорится в более активной фазе такой настроения понятное дело мы знаем что на нас очень сильно влияет луна и при излучении вот этого светового зрения у мужчин выявлена тесная связь с изменением смены лунных фаз что вот эта световая чувствительность глаз смещается основолунием в сторону коротковолновых синих-голубых лучей а при полнолунии к длинноволновому то есть красному участку спектра то есть представляете предполагается что у нас луна она она еще энергетически специфически влияет на состояние мужской женской вегетативной нервной системы и на такие важные структуры головного мозга как мужичок гипоталамус эпипис то есть и так вот если в данном случае мы понимаем что бывает даже то что различные заболевания проявляются специфические нарушения симптоматика и может быть так что есть сведения о лунатизме в этот момент мы не будем сейчас говорить что это за такое но самый важный момент нужно понять что вот эти периоды когда у нас появляется полнолуние у нас происходит повышенная активность и сниженное сопротивление организма повышенная активность нагрузки ментальной и в этот момент происходит определенный характер иммунологических ответных реакций организма будет способствовать точной диагностике и пониманию вы знаете да во время фазы полнолуния даже хирурги операции не делают и это очень важно знать и вообще сами для себя отследите как на вас влияет луна ну вот сейчас чтобы сильно не углубляясь восстановить сами для себя когда идет полнолуние смотрите как вам тяжело может какая-то повышенная травматичность в эти дни когда полнолуние и новолуние это вы знаете в этот момент нужно планировать с первого по третий день письма вселенной писать то есть даже когда вы начинаете новое дело то есть вы даете и с растущей луной энергия входит эти биоритмы новой энергии входит в вашу жизнь и помогает подтолкнуть ваше начинание бизнесу хобби там ну или там чем вы там занимает а вот если вы знаете и научные центры и магические ритуалы всякие полнолуние доказано что возрастает работоспособность человека вот эта вот возбудимость нервной системы повышается и раздражительность и полнолуние наблюдается обратная картина может быть такое кстати что в полнолуние у людей способности открываются там такие магические обряды делаются в новолуние новое происходит слабое стяжение активности творческих сил способностей потому что новое начинает течение нужно подумать простроить простроить именно запустить это то есть проанализируйте свои умные фазы вот эти вот четверти которые происходят первая четверть как говорится непосредственно растущая новолуние дальше убывающая третья черта убывающая луна и полнолуние проанализируйте себе это не сложно в течение месяца как на вас влияет это состояние и отсюда у нас приблизительно такая простейшая рекомендация то есть если у нас идет растущая луна то есть если мы говорим по питанию по питанию то есть это в принципе подходящий период для приема витаминов минералов биодобавок это организм максимально классно усваивает пищеварительные вещества если мы говорим о сне то у людей страдающих низким давлением понятно в эти дни полнолунием сон становится беспокойным но в этот момент кстати операции большая вероятность осложнений может быть но во первых раны будут хуже заживляться во вторых могут образоваться грубые коллоидные рубцы но тем не менее самочувствие вот это вот повышенная эмоциональность потому что она растет энергии растет там самый накал происходит напряженность физическая умственная учащаются головные боли может такое быть хронические заболевания но при этом при растущей луне вот этой дополнительной энергии если вы научитесь вы ощутите можно управлять при полнолунии понятно желательно в питании и самое классное это разгрузочные дни вы хотите можете пост все сделать это идеально для лечения голодания великолепно ну сон у нас повышенная нервная возбудимость у нас активизируются тонкие тела тонкие тонкие пространства поэтому вот этот мир параллельной реальности все в этот момент происходит подходящее время если мы говорим на физике неподходящее время точнее для заживления ран то есть в этот момент ничего хорошего не происходит и у нас может быть я уже говорил у кого-то агрессивность тревожность происходит достаточно большая вероятность автокатастроф или там вирусных заболеваний а у кого-то наоборот может быть поскольку у нас мир дуальный наоборот все очень даже хорошо ну и обычно у среднестатистического человека убывающая луна то есть это идеальное время для диеты очищения организма от шлаков в этот момент спится вообще великолепно тут и операции делают ну и порог чувствительности снижен да и раны как бы заживляются быстрее и вот если мы говорим вот спокойный период сейчас лучше всего запасаться силами и работать но это так совсем как в среднем то есть наша луна она двигается тоже по спиральке оно все вокруг наша земля вокруг солнца а луна вокруг земли и мы понимаем что вот это вот циркуляция она тоже самое проходит те же жизненные циклы энергии стихий которые мы проходим то есть вода взаимодействует с огнем огонь с эфиром или с металлом металл дерево дерево земля и вот это все этот цикл 5 стихий 5 перехождений между собой оно между собой запускает у нас процессы которые на физическом мире физической реальности формирует непосредственно событие которое происходит на всех уровнях ну я напоминаю что это за уровни то есть у нас меняется и на планетарном уровне циклы луны влияют и на радиационный фон и на электромагнитное поле и на изменение давления влажность температура электрическая там всякие сейсмические шумы приливы отливы все это грунтовые воды все оно влияет понимаем соответственно и это на нас точно так же абсолютно влияет поэтому если мы говорим о знаках зодиака мы понятное дело есть как говорится ведический гороскоп есть классический но если вот мы не будем говорить сейчас о домах в самой упрощенной форме нужно понять что внутренний мир человека вот эти фазы точная дата рождения желательно временем поминутным оно очень важно если у вас есть сейчас возможность ходите там узнаете родителей родных близких узнаете если у вас нет возможности благодаря астрологам профессиональным благодаря точным вашим жизненным датам которые происходили в тот или иной период времени можно уточнить время и рассчитать точное время поминутно но если вы там родители вашим не записали ваше точное время вашего рождения благодаря этому можно более точно установить как говорится знаки зодиака и по знаку зодиака можно уточнить ваше поведение активность предназначения непосредственно матрицу судьбы посчитать ну и так далее поэтому вот очень важно когда мы проходим те или иные циклы в том числе это проходит и в течение дня на циклах таких локальных и в течение какого-то большого периода времени как фаз года я сейчас не буду рассказывать о том что там стрелец проходит фазу впечатлительности положительного настроя дальше у нас как идет фаза луны скорпион у нас происходит там сильная страсть это происходит происходит и как по каждому знаку зодиака можно провести такую характеристику но самый важный момент который мы понимаем что луна наслияет нужно понять что как бы смешно это не звучало есть такая определенная статистика международная что обращение психологам теориопедам психиатам в лунные сутки вот если мы там берем вот количество обращений к примеру то вот там 15 18 23 26 это дни когда лунные сутки самая такая гиперактивность происходит в этот момент происходит всплески этих энергий и биоритмы в этот момент нас очень сильно отвлекаются ну и происходят достаточно большие процессы изменений поэтому в эти моменты есть огромное количество астрологических всяких календарей вы можете прочитать и там даже пишут не рекомендуется будьте осторожны обратите на это внимание старайтесь вот чтобы правильно сейчас подытожить эту главную идею которую я хочу сказать что такое биоритмы нам нужно привести нашу рабочую модель ума обычного человека в котором у нас подсознательный ум это 90% и сознательный ум это 10% ну плывем все протечения что-то происходит есть сил нет сил ну как бы ну и ладно у нас появляются какие-то мысли и у нас все как бы комфортно то есть вот эти впечатления которые связываются с качеством личности они на самом деле больше проявлены которые впечатления связаны с дефектами личности то есть мы больше замечаем на негатив чем оппозитив человек который эволюционирует и поймет как работать с биоритмами с календарем с фазами ну понятно не только не до фанатизма чтобы там с календарями обвешались и выходили с как говорится с карты звездного неба то есть если вы четко поймете вот эти тонкие грани утром проснулись сделали практики настроились поняли какой у нас там лунный день какая у нас фаза у нас есть частоты мысли мы уже четко понимаем к чему нам готовиться что лучше что не лучше зачем идти куда идти отсюда у нас наши тонкие тела мы помним они в том числе и на планетарном уровне связаны то есть наше физическое тело это земля матушка связана и оно имеет тоже биоритмы то тело ощущений связано с луной эмоциональное тело у нас оно проявлено с Марсом и с Венерой нашим дуальным проявленным аспектом ментальное тело оно у нас связано с Юпитером и с Меркурием и оттуда ну те кто занимается знают ну энергетическое тело это наше солнышко то наше кармическое тело это Сатурн тело нашей души Уран тело бытия Нептун и тело пустоты Плутон я сейчас не буду говорить о Мараху где-то дополнительных еще планетах мы сейчас просто самые основные которых вы можете в интернете почитать узнать то есть влияние этих планет они на нас тоже влияют и если вы об этом узнаете почитаете позанимаетесь для вас это будет как помощь очень сильное хорошее оно работает мало того я даже хочу сказать есть даже такое понятие как медицинская астрология что ну вот если взять там наши как говорится знаки зодиака то козерог это там колени стрелец бедра скорпион половые органы весы там почки поясница дева кишечки клев сердце позвоночник рак там грудь грудная клетка желудок близнецы руки телец горло овен голова рыбы ступни ну и там водолеи то вовни то есть в этот момент если мы правильно работаем в эти периоды в эти месяцы ну к примеру там скажем вы биоритмы подстроили и вы в этот момент помогаете своему здоровью лечите ту или ту фазу ну какой-то там орган в этот момент происходит лучшее исцеление в этот момент происходит лучшее регенерация тела ну и вследствие все возможные события в вашей жизни будут происходить намного блага то есть как хотелось бы вот такое маленькое домашнее задание и потом мы перейдем к вопросам ответам то есть вообще старайтесь в жизни прописать самую главную жизненную цель ну кто это еще не сделал пропишите их себе проранжируйте и опишите ощущение состояния которое вы хотите достичь в этой цели ну приблизительно за какое время вы хотите достичь этой цели ну вот просто опишите хотя бы одну ну можно и там 10 и 15 хотя бы одну цель а потом посмотрите откройте биоритмы или сами ну если нету возможности в интернете посмотреть можете сами рассчитать и посмотреть как у вас будут меняться биоритмы и как у вас вашу цель они будут либо мешать у вас хватит физической силы ну там поработать активно чтобы это произошло или у вас там ментально будет хватать энергии понимания и вы готовы будете принять эту информацию или вообще вам будет очень тяжело там даваться иностранные языки или а вы только собираетесь пойти на курсы изучения понятное дело вы должны понять спрогнозировать ощутить если у вас нету каких-то глубинных знаний запомните самое лучшее знание это ваше как говорится чутко ваша внутренняя интуиция третий глаз ваше ощущение используйте ее то есть вы можете дополнительно исполнять все практики энергетические которые могут повышать вашу жизненную энергетику в том числе и питание вода но запомните то что если вы это будете делать с циклами непосредственно ну нашей планеты и земля то есть с утра мы просыпаемся ну и как бы начинает все двигаться и мы живем вот это вот бурной активной фазе то оно для вас будет только в благость оно для вас будет только в пользу ну я понимаю это сложно конечно утром проснуться и сделать такой ритм если вы работаете многие говорят ой у меня там ночная работа еще какая-то но это вы так выбрали это такой ваш жизненный путь это ваш жизненный выбор и поэтому все в жизни можно поменять то есть не надо никого обвинять о вашем жизни на выборе я просто проговорю как бы эту идею можно завести дополнительно календарь лунных фаз лунных циклов ну или сайт какой-нибудь откройте для того чтобы понять какой ритм и какие самые рекомендации напомню для тех кто не знает так вот чтобы подытожить то есть у нас приблизительно происходит следующее вот с 3 часов ночи до 4 утра у нас среднестатистического человека это сон но высокодуховные люди встают в этот момент делают практики для опознания вот этой большой тайны то есть это время чистое от бум влияния оно самое благостное поток Бога вот эти скрытые часы мира с 4 до 5 утра у нас происходит утренний душ духовные практики медитации молитвы деятельность на благо счастья в этот момент от солнца идет радость мизм подъем судит жизнерадость вот эти лидерские качества проявляются преодолением всех затруднений на успешность с 5 до 6 утра опять же мы можем продолжать кто-то хочет духовные практики медитации в этот момент очень хорошо усваивается чтение духовной литературы и вообще деятельность на благо и на счастье всего чего только есть вот этот момент с 4 до 6 утра происходит кстати пение птиц и регулярный подъем с 5 до 6 утра позволит вам избежать больших проблем в жизни отчего глубокой жизни уже не будет вы слышали такое кто рано встает тому бог дает ну такое древнее наше выражение поэтому с 6 до 7 утра у нас лучшее время для запоминания работы с памятью ну и тут уже можно конечно первый завтрак там фрукты какие-то и начало физической активности то есть в этот момент подымается ветер начинает идти огонь солнца вот это солнце и луна в гармонии и подъем который происходит с 6 до 7 утра очищение нехватка времени потеря тонуса бодрости то с 7 до 8 происходит вот почувствование лучше всего запоминания это время физической активности если вы будете делать очень хорошо для мышечной памяти и в этот момент происходит у нас просыпание интеллекта и у нас тело реально проснулось в этот момент то с 8 до 9 это логическое мышление это задачи изобретение стратегии взаимосвязи окончания времени реактивности задач а у нас реально большинство людей еще спит и в этот момент когда у нас интеллект на максимуме тело окончательно приспосабливается к активности дня ну вообще ну вы можете второй раз покушать но вы в этот момент еще спите и отсюда вы тратите часы энерготела своего то с 9 до 10 утра ну понятно работа со статистикой там документы подсчеты там что вы хотите то есть интеллект сработает четко ровно с 10 до 11 это вы можете пролистывать просматривать образная какая-то работа письма менеджмент то есть понятное дело в этот момент интеллектуальные способности чуть-чуть падают а у нас только одни тренды работы доезжают с 11 до 12 это процесс обучения заканчивается можно делать да небольшой обед там зерновое бобовое но солнце в этот момент вызывает агонию пищеварения внимание с 11 до 12 понимаете ну какая разница вообще и вот с 12 дня до 6 вот этот активный физический производственный или психический управленческий труд это физическая деятельность менеджмент взаимодействие с людьми с природой орудия труда это прекрасно то есть после обеда можно там делать легкий сон легкий отдых если надо на полчаса но вот весь день солнце воздействует на высвобождение энергии здоровый человек физически не может сидеть сложа руки ну и как вариант с 6 до 8 вечера следует отойти понятное дело отдел надо успокоиться услышать посмотреть почитать приятное произведение можете поговорить о прошлом будущем подготовить итоги дня и пойти кофу то есть начинается взаимодействие луны воздействие луны у нас в этом момент кишечник ложится спать до утра и уже мы скушаем потом у нас будет гнить до 5 утра пока не проснется наш орган и не заработает то есть вот это перевозбуждение грозит бессонница и желательно конечно там с 8 до 11 ну там может какая-то работа и подготовка к сну потому что это время когда восстанавливаются физические силы ума ну и уже с 11 до часу ночи это активный сон время когда восстанавливается жизненная энергия ну и часу ночи за трех ночей то сон это когда восстанавливается психоэмоциональной силой ну на самом деле ничего такого сверхсложного просто если мы научимся слышать зов природы слушать и жить в этих ритмах то у нас будет очень хорошо ну в первую очередь начните с воды питания сна и это поможет вам синхронизировать ну приблизительно для тех кто знает не знает эффективность сна она такая то есть если вы ложитесь там с 19 до 20 то у вас эффективность часа одного сна это 7 часов высыпаетесь с 20 до 21 это 6 часов как за 1 час с 21 до 22 это 5 часов ну понятно по спадающей 22 до 23 4 часа 23 до 24 3 часа а дальше мы уже как обычно среднестатистический человек у нас 12 ночи ложится спать до часу ночи это час как за 2 с часу ночи до 2 час как за час и с 2 до 3 час как за 30 минут с 3 до 4 час как за 15 минут а потом то что мы продолжаем спать с 4 до 5 за 7 минут и с 5 до 6 1 минута то есть далее сон вообще бессмысленный он нам не дает ничего это просто там ну картиночки будете смотреть голографические поэтому старайтесь синхронизировать вашу жизнь пазы сна ритма еды воды питания общения и тогда оно очень благотно повлияет на вашу жизнь я надеюсь было интересно и готов отвечать на ваши вопросы хорошо благодарю тебя так ну что делаем тогда небольшую музыкальную отбивочку музыкальную паузу наверное не буду ставить пока ты разошелся а то еще музыка тебя расслабит и после этого продолжим общаться Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 26 июля 2017 года среда, по одному из старинных 25-й день месяца получения дорог природы 7525 лета пятница. Биоритмы и их определение. Такова тема сегодняшнего эфира. Автор-сказитель Александр Жарков. Первую часть он как пулемёт Калашникова отстрелялся по мишени. И теперь те, кто участвовал при этом, прислали много вопросов. Реплика. Давай теперь с ними будем разбираться. А то, как у меня один знакомый говорил, наговорить-то всякий может. Теперь давай попробуем ответить. Итак, первой была Лиана Мхова из Ютуба прислала нам реплику. Любовь тоже имеет герцы. Какого герца она имеет в виду, я не знаю. Наверное, герц тот, который, чем именем названы вот эти вот колебания, он, наверное, тоже кого-то любил. Ну, давай попробуем как-то ответить на этот вопрос или на эту реплику, или не будем, или дальше пойдём. Да, на самом деле это высокосистотные вибрации, которые сейчас в физике ломают голову, как сказать, преобразователь частиц, которые будут создавать такую вибрацию энергии любви. Ну, есть очень много исследований, когда там Далай-Ла, мы всяких разных подключали к нейронам мозга, и в этот момент происходила достаточно высокая частота вибраций. Так вот, когда люди молились, медитировали, там частота очень высокая, в герцах она измеряется. То есть это запредельно, от килогерц до мегагерц и так далее. Вот. Ну, понятно, я думаю, что это чувство любви, но не сама любовь. Саму-то любовь, наверное, вряд ли можно поменять. Эмоции, мы сейчас говорим о эмоциях. Возбуждение. Да-да-да, именно это. Хорошо. Александр Зачияр из Ютуба «Реплика». Если чересчур учитывать нюансы движения планет, то со временем становишься зависимым от этого, то есть самопрограммирования. Вообще вопрос одновременно очень правильный, очень простой одновременно. Если вы осознанно подойдете, у вас не надо будет, я же говорю, не надо бегать с кубусами, с картами. Нужно осознанно подойти, распределить и по мере ощущения. Потому что у нас в древности наши предки, они использовали сами, они знали и могли определить. То есть у нас сейчас астрологические сайты пишут такую информацию, которая обобщенная. Тем более они учитывают никакую вашу специфику, вашего знака зодиака, планеты, дома, даты рождения, место рождения, времени, ранее, позднее. Ну то есть если мы просто по ощущениям нужно, если какая-то информация вам резонирует, ну это нужно понимать. Но от биоритма мы никуда не деваемся. Нужно понимать, что у нас будет либо прилив энергии, либо отлив энергии. И однозначно то же самое пазлудное. Ну хочешь ты убегай, не убегай, раз уж с этой планеты. Но полнолуние или новолуние на нас двигаются. Поэтому можно и без календаря ходить, но можно просто сделать на скидочку пометочку. Потому что, ну, хотим-не хотим, есть статистика, хотим-не хотим, как и хорошие, так и плохие случаи. Из года в год, из века лет. Поэтому без фатализма, но этому нужно прислушаться. Понятно. Идем дальше. Настенька, вопрос, эфир здравия. На период затмения 21 августа запланирована поездка в место, где оно будет проходить. Да еще и место силы гора Шаста. Стоит ли перенести поездку или использовать практики? Благодарю за информацию и практики будем применять в нашей семье, в повседневной жизни. В общем, давай гуру. Отвечай. Ну, вообще, очень правильный подход. С чем вас, Настенька, я поздравляю. В этот момент с 21-го будут достаточно высокие вибрации передаваться. Там, по ведическим писаниям, это вибрации четвертого кристаллического луча. Ну, как бы, не суть. В этот момент в горе Шаста там же находятся и лемурийские цивилизации, насколько я знаю. Очень много представителей духов местности работают. Поэтому, если вас, ваши высшие силы везут туда, значит, с вами все будет хорошо. И те практики, они вам пойдут на пользу любые другие, какие вам срезонируют. Ну, как я уже говорил, если это какие-то практики и мистерии, то они повысят ваше сознание. Возможно, вы будете видеть каких-то тонкоматериальных существ и так далее. Поэтому беспокоиться не стоит. Единственное, ну, это такая, опять же, личное пожелание. Желательно без ночных перелетов. Ну, то есть, чтобы вот, как бы, полнолуние не выпадало на ночные перелеты. То есть, если это за день, то, конечно, это, ну, более благостно. Но, опять же, это личное пожелание. Иногда просто нужно быть аккуратным и смотреть. Просто повышенная внимательность, повышенная чувствительность. И будет все хорошо. Вот и все. И я рекомендую вам поехать. Однозначно. Идем дальше. Вопрос эфира от Солнца. Александр, здравие. Иногда бывает так, что в середине дня вдруг очень хочется спать, и глаза просто захлопываются. Хотя ночью спала хорошо и достаточно. С чем это может быть связано? С нарушением биоритмов? Благодарю. Да, благопринимаю. Ну, ситуация простая уже, как я говорил. Тут у нас происходит множество факторов. Либо вы, я законы о наполнении энергетики рассказывал, и либо вы в течение дня вот кто-то с вампирил, забрал энергию. Либо вы неправильно, ну, несовместимую еду съели, или там картошки переели, крахмал пошел, расслабил вас, и вы уже засыпаете. То есть, либо несовместимые какие-то продукты, либо эмоции, либо негативная информация, либо нарушение биоритмов, либо все вместе взятое. Ну, просто тут надо индивидуально смотреть. Не могу так однозначно сказать. То есть, надо конкретный день, конкретный случай. Ну, и вообще ваша физическая активность. Потому что мы помним, допустим, если мы берем работу органов, мы знаем, да, мы утречком проснулись. То есть, в этот момент, вот как у нас происходит процесс, с 3 утра у нас легкие включаются, с 5 до 7 толстый кишечник, потом у нас с 7 до 9 желудок начинает работать, потом у нас селезенка с 9 до 11 поджелудочная железа активно идет с 11 до... Оно и так работает, но в этот момент активность достаточно длительное сердце. А если мы переели, перегрузили себе едой, конечно же, с часу до 3 это тонкий кишечник. И тут в этот момент у нас самая должна быть лучшая координация, а у нас в этот момент из-за перегруза, из-за шлакованности организма токсины выходят из кишечника, и мы устаем. То есть, нам надо эти все токсины скинуть, и вот с 3 до 5 у нас мочевой пузырь, вот эта вот система, вот самая лучшая для сердечно-сосудистой эффективности мышечная сила. А у нас в этот момент мы там сидим и активности не проверяем. Или там с 5 до 9 у нас там почки максимальное давление дают. А мы в этот момент нажираемся так, чтобы до удури. Ну или наоборот, когда уже происходит процесс с 7 до 9 травообращения, вот эта максимальная температура тела происходит, начинает сердечная секреция мелатонина. А в этот момент некоторые второй раз едят, и вечерком приходят с 9 вечера, происходит общая аккумуляция энергии, и, как говорится, вообще у вас желчный пузырь приходит в состояние подготовки к сну. А некоторые еще там гуляют, что-то делают. И когда уже пора спать, совсем спать, в час ночи с до 3 у нас печень инфизируется. Поэтому, надеюсь, я с такой точки зрения ответил. То есть надо все факторы смотреть. Ну да, а потом вдруг какие-то отложения в желчном пузыре, потом поджелудочный не так работает, потом кишечник не так, потом сердечко сбоит, потом еще чего-то. И думаю, ну что ж такое-то, откуда же все такое мне свалилось. Так, ну что, все реплики вопроса зачитал по-честному? Да. Можно подводить итог нашей сегодняшней передачи? Да. Я думаю, ты так хорошо все рассказал, что, в общем-то, спрашивать больше не о чем, потому что все очень подробно и хорошо изложено. Ну, мой итог, который я хотел бы каждому донести, слушайте свое сердце. Вот если вам организм говорит, не надо делать, или не надо переедать, или наоборот, вот у вас есть сила, работайте по максимуму на 100%. Ваше предназначение в жизни, самое главное, это работать на 100%, когда есть у вас энергия. Если вы чувствуете, что у вас энергии, ну, недостаточно для тех дел, ну, лучше посидите, подумайте, переложите какие-то дела. Вот не надо геройничать или там кому-то что-то доказывать. Просто лучше находиться в бытии, а не делании. И если вы будете осознанно подходить ко всем процессам вашей жизни, то тогда и фазы будут радостными, и эти планетарные знаки зодиака, которые будут появляться, они все будут в гармонии проходить. Поэтому я действительно желаю и надеюсь, что вы будете жить в первую очередь с циклами природы, с циклами планеты, и они вам будут давать энергию для совершения ваших дел, поступков, начинаний, качественного здоровья, ну и эволюции, во благо, великого, осознанного вашего пути. Вот это мое личное пожелание вам. Хорошее, доброе пожелание. Ну что же, благодарю тебе за доброе пожелание. Мне остается только напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 26 июля 2017 года среда, по одному из современных 25-й день месяца получения даров природы 7525 лета, пятница. Мы говорили в эфире про биоритмы и их определения с Александром Жарком. Низкий поклон тебе, Александр. Приходи еще, то, что называется, почаще и побольше приноси интересного, такого, чтобы мозги ставило на место и здоровье поправляло. А нашим радиослушателям и зрителям также отправляю низкий поклон за очень интересные ваши вопросы и реплики, которые помогают нам уточнять тему эфира. Так, держать, друзья мои, без вас, в общем-то, эфиры были несколько скучными, может быть, в виде каких-то академических лекций, на которых многие спали в свое время и не понимали, о чем идет речь. А так с вами все-таки получается что-то более подробное развернуть, несмотря на то, что многие докладчики у нас это умеют делать на уровне высшего пилотажа. Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго, до новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся. С вами был Народное Славянское радио, Алексей Орлов, Александр Жарков. Быть добру. Народное Славянское радио. Все нужно, все важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова